В Саратовской области планируют создать завод дорожного оборудования. Такие перспективы озвучил заместитель председателя правительства области, министр промышленности и энергетики Андрей Архипов. Сейчас в регионе работают около 20 организаций, выпускающих оборудование и технику для ремонта и содержания дорог. При этом объемы выпускаемой продукции примерно в пять раз отстают от потребностей отрасли. Создание завода дорожного оборудования позволит решить эту проблему. Согласно проекту, на 2022 год намечено приобретение оборудования и реконструкция цехов. А уже в 2023 году планируется ввод предприятия в эксплуатацию, сообщает Министерство промышленности и энергетики области. Вячеслав Володин выступил с инициативой о разработке региональной программы, в рамках которой можно будет капитально отремонтировать как можно больше образовательных учреждений региона, сообщает информагентство Саратов-24. Ежегодно по этой программе будут ремонтироваться школы, детские сады, дома культуры. Также в программу должен войти раздел о развитии дополнительного образования в регионе. Уже была проведена работа по обследованию школ, которые нуждаются в капитальном ремонте. От Саратовской области в список заявок попали несколько образовательных учреждений. В Саратовской области в рамках нацпроекта открылись точки роста по химии, физике и биологии. В школах 37 районов появилось 68 центров образования естественно-научной и технологической направленностей. Здесь дети получают знания с использованием современного оборудования, цифровой и компьютерной техники, квадрокоптеров, ноутбуков, VR-шлемов, 3D-оборудования и технологического оборудования для обучения оказанию первой медицинской помощи. В каждой точке роста есть два кабинета и зона каворкинга в соответствии с региональным дизайн-проектом. Помимо основных уроков ученики могут посещать дополнительные занятия по предметам естественно-научной направленности. Редактор субтитров А.Семкин